История знаменитого снайпера из села Тяни сегодня знаменита повсюду. Его именем названы улицы Валёк, Минские и Тяни, школа в его родном селе. Скромный Эвен прославил не только свое село, но и всю Якутию. Знали о его подвиге и в России. 7 ноября 2017 года Ивану Николаевичу исполняется 100 лет. Неважно, где ты живешь, кто ты. В любом месте может жить человек, способный своим подвигом стать символом победы. Иван Николаевич Кульберкинов. Эвент из далекой Тяни. Именно его памяти был посвящен автопробег по всем доступным наслегам Олёкминского района. В каждом селе у обелисков памяти и славы дань герою приходили отдать жители села. Вот я держу в руках фото легендарного снайпера Ивана Николаевича Кульбертинова. Я несколько раз не встречалась, когда он работал в совхозе Токинский кадровым охотником. Он помимо того, что был знаменитым снайпером, орденоносцем, он был чемпионом подобычей пушнины в родном совхозе. В селе Солянка, несмотря на слабое здоровье, к обелиску пришел Копылов Николай Павлович, участник Великой Отечественной войны. Поздравляем вас с Днем Победы, всяческого вам благ, крепкого здоровья и примите подарки. Встретили автопробег и в городе Олегминске, на аллее героев, у памятника знаменитого снайпера. В этот день автопробег, в котором стартовало 6 машин, уже к середине пути насчитывал более 15, и каждое село с гордостью и радостью встречало его участников. По словам инициатора, Алены Калмыгиной, директора ЦК «Эдогармония», хотелось бы продолжить традицию в дальнейшем. Вахтопамяти – дело молодых. Именно молодежь и стала главными участниками. И пожелания молодому поколению, пока вы живы, чтите честь и достоинство наших дедов, отцов, погибших на полях сражений, и ветеранов тыла, которые обеспечивали фронт всем необходимым. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК САХ, Олег Минск.